История из уст людей, а не учебников. В Ненецкий округ приехали исследователи из Арктического центра Финляндии. На протяжении четырех лет они собирали рассказы о жителе арктических стран России, Финляндии и Норвегии. Из этих рассказов антропологи составили неофициальную историю, чтобы понять, каким образом складывались отношения народа с государством. Арктический центр Университета Лапландии более 20 лет исследует Арктику и Антарктику. Международный проект Архелия в переводе на русский «История империи устами стариков Арктики». Суть проекта – сбор рассказов о жизни жителей тундры, так сказать, живых носителей истории. От них ученые попытались узнать, как политика государства влияла на жизнь северных народов. Четыре года антропологи путешествовали по Ямалу, Ненецкому округу, Кольскому полуострову и Финляндии. Это проект, который сравнивает устную историю береговых жителей Арктики, то есть жизненные истории, биографические интервью тех людей, которые кочевали и кочуют вдоль Арктического берега. У нас Ненецкий округ является одним из ключевых регионов этого проекта. Наибольшее количество материала собрано нами в последние четыре года именно здесь. А другие примеры у нас еще на севере Финляндии, на Кольском полуострове, на Ямале и в республике Саха-Якути. Героями ученых были старожилы четырех этнических групп – финские и кольские саамы, европейские и ямальские ненцы. Главным образом их расспрашивали о том, как менялась жизнь коренного населения после государственных реформ. Например, революции, коллективизации, новой экономической политики. В результате исследований ученые пришли к выводу, что книжная история отличается от народной и неофициальной. Очень часто получается, что восприятие людей, вот этих решений, этих событий, они не совсем так, как это написано в исторических книгах. Потому что через личный призм людей много чего чувствуется совсем по-другому. Если, допустим, в книгах написана в основном одна главная версия, тогда через наш материал мы можем уточнить, что вообще-то нету одной окончательной правды одного и того же события. Нам очень важно в наших научных трудах доказать, что мы, когда мы книги исторические читаем, мы должны относиться осторожно к тому, что там написано. Потому что для людей самих-то это правда не окончательная. Каждый воспринимает по-своему. И мы с нашим проектом хотим вкладывать в то сознание, что есть такое более широкое восприятие таких событий. Из всех экспедиций удалось привезти уникальную коллекцию звукозаписей. 150 часов звукового и видеоматериалов. Проект еще не завершен, но антропологи уже представили первый результат – видеодиск с историями старожилов. Их торжественно вручили тем, кто помогал команде ученых в Ненецком округе – преподавателям социально-гуманитарного колледжа и участникам ассоциации ЕСАВЭЙ. Надежда Литкова, Валентина Чибочек, Вадим Стасек, Телеканал «Север». Продолжение следует...